Ван Минься родом из провинции Хэбэй. Из Поднебесной к нам Сибирь попала 19 лет назад. По обмену приехала учиться в один из барнаульских вузов. Сейчас уже преподает русский язык студентам из Китая. К нашей культуре привыкла, полюбила морозы, снег и праздники. Теперь Минься встречает сразу два новых года – русский и китайский. И если наш символизирует зиму, то китайские весенние обновления. Это значит, что у нас там в древнее время, на самом деле, после этого праздника уже весна начинается. Люди начали уже посеять, работать. Но перед этим неделя выходных. Новый год для китайцев, как и у нас, самый долгожданный и любимый праздник. Из больших городов они съезжаются в родные провинции, чтобы успеть отпраздновать семьей. Конечно же, вокруг большого застолья. Обязательные блюда – из рыбы, которая символизирует достаток. Из риса он сулит счастье. У нас самое главное – перемени. А перемени, китайские перемени, похожи на ваше варенье. Много-много готовили. Говорили, первый месяц после Нового года не будем готовить. Неразрывен этот восточный праздник с мифологией. Если для русских главным злым существом в Новый год является похмелье, то для китайцев это страшный нянь. 365 дней чудища спит в пучине моря и только в канун Нового года вылезает, чтобы разорять людей. Отпугивают его китайцы одеждой красного цвета и громкими фейерверками. К слову, особую популярность праздник приобретает и в нашей стране. Возможно, за его красочность. Вот, к примеру, кадры фестиваля с Москвы. Русская культура, она довольно открытая. И многие вещи, которые связаны, я думаю, с красивыми, прежде всего, какими-то событиями, мы с удовольствием перенимаем в этот раз. Во-вторых, мне кажется, здесь надо четко понимать, что Китай как бы растет. И все заинтересованы изучать его культуру. Необычный антураж праздника привлекает и тех россиян, кому нравятся темы зодиака и гороскопов. К примеру, нынешний год черного водяного кролика. Сам по себе праздник, он связан с сменой, так скажем, энергий по китайской метафизике, которые предполагают определенную степень прогнозирования. То есть, зная характеристику каждого животного, мы, в общем-то, можем создать себе предсказуемый прогноз, чего ждать в этом году. А многие в нынешних сложных условиях, конечно, хотели бы настроиться на позитивный лад. Ведь кролик – символ семейного благополучия. К слову, какие бы культурные различия не имел Новый год в разных уголках мира, все же его главная цель – объединение людей, считает наша героиня Минься. На самом деле все одинаковое. Видите, первое – все, собираться вся семья вместе. Это все. Надо все хорошо кушать, играть, все. Вот это на самом деле все-все одинаковое. Просто немножко все свои традиции. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком.